Сегодня проводится встреча Акима города Алматы, Ирбулата Аскарбековича Дусаева с вами, жителями Алмалинского района. В ходе встречи Аким города сперва расскажет о некоторых проблемных вопросах вашего района и пути их решения. После этого ответит на ваши вопросы. Здравствуйте, я Альбальчинка Валентина Владимировна. Я Ирбулит Первая группа, среди прочих услуг, я пользуюсь услугой Ирбулата Акси. На протяжении пяти лет, я смею нарезать, у нас будет какое-то ощущение, потому что мы не видим, как потребители этих денег, которые нам добросовестно выдают государство, как это социальные услуги. Эта организация, она частная, но она заключила договор с управлением благосостояния, поэтому финансирование идет этой организации через управление благосостоянием, то есть через госу, стульбу, через госорганизацию. То есть денег не велики только мы, но и представители этой организации, и ЦРУ, и Батакси, которой я пользуюсь, потому что водители с Нового года, они получают зарплату, если получают, там, через Забастовский. Хотела бы знать, где эти деньги. И раньше, если это была сфиксированная такая, что эти деньги, в общем-то, расходились на, то есть было хищение со стороны, в общем-то, из ремонта этих машин, которые мы пользуемся, да, значит, в лице учредителей, в работе на инвотакси сейчас введена отчетность, хочу знать, где эти деньги, если, в общем-то, сейчас услуга введена под ноль, значит, мы... Микрофон, включите, пожалуйста. Я вас услышал. Я хочу тоже больше добавить, что у нас исторически было, что вот и в прошлом году, максимум это было 46 инвотакси, которые мы пользовались услугами, недавно, буквально в понедельник, до уточнения МСФКТа, это вопрос, который задавали, мы увеличили с 46 до 100 инвотакси, деньги в бюджете есть. Мы надеемся, что такие крупные операторы мы разговаривали, как и я, как с такси, остальные готовы нам оказывать услуги, поэтому мы перечень расширим и качество поднимем. Если необходимо, у вас предложение будет, как это еще улучшил контроль, то я с удовольствием и приму. Но я еще раз говорю, в понедельник мы увеличили значительно больше, чем 2,5, почти 2 с лишним раза объемы перевозок инвотакси для людей с ограниченными возможностями в нашем городе. По механизмам разберемся. Кто у вас сегодня оператор, кто вывозит сегодня, от кого представительство на рынке. У нас получается 3 поставщика, 1,5 таргет, прослуга, 1,5 таргет, целую и 2 такси. Там, в принципе, рифтом у нас проверил в течение 5 лет, там было заключение. Проверки, как у нас сегодня? Компании живые или как? Компании живые, они ездят, в принципе, там все нормально. Ну, вопрос такой. Госпожа Раповиченко, я хочу вам предложить предложить вам активиться. Показать она сейчас не сможет, но если у вас есть, предположим, вы заказывали таргетик, а так вам не пришло, или есть факты, не только ваши другие, пожалуйста, дайте нам. Мы, я смотрю сам, если необходимо. Василия Анатольевна, разберитесь, пожалуйста, наполните вместе с Василия Анатольевна, где необходимо разобраться по поводу качества, предоставляемых услугами и матоксей. Срок недели. Добрый день всем. Меня зовут Мария Алексеевна. Я проживаю в Шевченко, 112 в Аттиларии. Вы куда хотите? Я отниму всех жильцов по имени 111 и 113. Это детское жилье. У нас есть застройщик, корпорация ВЕР. Мы заключили соглашение. Они снизили 5 домов, людей перетелили. А сейчас уже 7 месяцев тишина. Мы не обращались, но как бы отреагировали. Спасибо и Азербайджану, и главные инженеры собирались. И вот этот 5, 6, 7 блок утвердили. Ну, у меня просьба, пожалуйста, чтобы это двигалось. Ну, как бы поддержите. Я в курсе насчет этой проблемы. Я знаю оставшиеся дома, про которые говорили 111 и 113. Да, да. Вот, как вы правильно сказали, Мухиттин Бахидович у нас держит его на контроле вместе с управлением. И мы постараемся, вот, 3 блоков, про которые сказали, довести до конца. Пожалуйста, вот вы... Да, Роман, я еще раз говорю. Вы помните, там не есть только дом, в котором рассеяние построено групп. У тебя корпорация ВЕР. Мы об этом обсуждали. Поэтому сейчас, вот, пожалуйста, вы, культические жители, дайте микро. Я точню, почему не начинается стройка. Мы, потому что встречались, показывали жителям уже измененный проект с учетом, ну, замечаний. Были замечания, ряд замечаний. Поэтому с учетом этого корпорация приняла на себя эти обязательства и должна была уже начать работать. Мы просидели для того, чтобы они все, что мы договорились, если выполнили до конца. Хорошо? Да, мы получаем 6 этажей. Я знаю, я понимаю ваше внутреннее желание, чтобы они завершили эту работу. Мы постараемся. Спасибо. Анатолий Сумов, специалист по общественной безопасности, на дорогах и на секретной инструктуре. У МАТЭ есть еще большая проблема, в том числе в нашем районе, по ДТП. А именно, за предыдущий год у нас было более 300 тысяч раненых и 84 покинших. При этом такие урассажившие цифры по какой-то причине не вызывают никакой общественной резонанса. Это не обсуждается в медиа, не обсуждается с депутатами. Это в течение как будто бы все это были как за форму, что люди умирают, и в этом ничего. Ничего особенного, что могло вызывать резонанс. Видимо, тема не стоит интересна. Но при этом транспорт и авария менее опасны для транспорта и более экологичны. Сразу же все их подкладываются и активно обсуждается. Интересно, почему. Но при этом большинство руководителей, которые здесь сидят, этой проблемой очень сильно беспокоены, не менее моего. Но для системных решений, которые, к сожалению, приходят к пылямам, такие как уменьшение средней скорости на дорогах, городное развитие, структуры для комобильного транспорта, общественное и так далее, они ими не могут, как бы они в целом не поддерживают, им нужна ваша личная поддержка этого вопроса, ваша участие, ваша заинтересованность. Я крайне надеюсь, что вы приятели заинтересованность. Я де-факт де-юэс личная. До сих пор все еще являюсь вашим советником, поскольку не было документа доставки. Надеюсь, де-юэс смогут быть и помочь вам в этом направлении. Спасибо большое. Пожалуйста, я с удовольствием дам поручение. У нас сейчас вопросами безопасности на дороге, я начал говорить именно о Малинске, и о целом по городу. У нас вот занимается Аскар Кемпингаевич Шиндаблин. Я предлагаю апдейт сделать всех ваших предложений, которые есть в счетах, в жизни мы воплотили. Но у нас, вы знаете, проблемы есть и с авокатом нашим, с медседоимым оперным и так далее. Раз, по выделенным линиям, по светофорному хозяйству и так далее. Пожалуйста, если тем более я на самом деле оптимизировал всю структуру, которая у меня была, и внутри него, а то не зависимо от статуса. Аскар Кемпингаевич Шиндаблин, приговоритесь. Пожалуйста, в начале следующей недели вас примет. Посидите, поговорите. Если еще на работный путь, готовы я поговорить сами. Приговорились? Спасибо. Здравствуйте, уважаемый Акин. У меня вопрос по Алмалинскому району, по нашей уплотняющей застройке. Этот вопрос я поднимаю уже много раз. Так, в прямом эфире телеканала «Анмата» я обращалась к вашему предшественнику, господину Санитаеву. На следующий день, в августе 2020 года, нас посетил господин Азербайев. Мы провели с ним встречу, показали, в каких ужасающих условиях мы живем. У нас уплотняющая застройка обступила нас со всех сторон. У нас построили дом, мы просили хотя бы снизить этажность, потому что у нас 5-7-этажные дома. Нам построили 12 этажей, не перпендикулярно, а параллельно горам. Естественно, нам закрыли потоки воздуха и все это. Это было построено прямо в ладу их дороги. Нам тяжело ходить, дети не могут идти нормально в школу. Вот о безопасности на дорогах. Но во время этой встречи мы поздравляли господину Азербайеву пустующий участок напротив нашего дома по адресу Нормарково 150. Ну и что вы думаете, на этом участке мы просили сделать парк, зону отдыха, потому что зона отдыха предполагалась там, где застроили нам вот этот 13-этажный дом. Но на этом участке вырос очередной ЖК. Вот как это понимать? Этот ЖК вырос на 17 сотках, 72 квартиры, без паркинга. Наша узкая улица Нормарково вообще не выдерживает этот поток. Эти дома еще не заселились, ни 12-этажный, ни 10-этажный. Но дальше больше. У застройщика аппетиты растут, он выкупил еще... Игра выключите, вырастут. Нет, вы можете... Он выкупил еще два участка соседних и собирается строить еще два дома. Но это уже не в какие рамки. Поэтому мы вот много раз приглашали Ракима нашего района. Он нас услышал, он приходил к нам. Мы говорили, нам чуть-чуть... Сейчас двигают улицу расширять. Но застройку остановить, я так понимаю, не все. Я хочу вам сказать, что... Я вот отдельно, мы с Сергеем Михайловичем разговаривали. Я ездил туда в Исанок и смотрел. И во время... Чего же вы нас не пригласили? Вот это были мои рабочие песни, просто в накоплении города мои покатывали меня в свои проблемные точки. Ну, условно, я понимаю, что это. Подробный участок хочу вас заверить. Кто бы там чуть не покупал, кто бы этот город, никого разрешения не выдавал. Мы не и намерены выдавать. Ну, надеюсь. Нет, ну, вопрос... Человек же может купить себе земельные участки? Вопрос, когда вы уже ранее знали, вопрос... Что с кем мы собираемся делать? Еще раз официально заявляю. Но в Маково, вот то, что здесь купили, наверное, два участка, никто ни проекта не рассматривал. К нам они не обращались. И, надеюсь, после моих слов, мы садом, кто бы собрался что-то сделать, мы садимся не обращаться. По остальным вопросам... Я дал поручение, вы знаете. Мы занимаемся этим вопросом для того, чтобы максимально... После уже, к сожалению, завершенного строительства, максимально создать необходимые условия. Поэтому работа продолжается. У меня есть по Малинскому району длинный список различных участков. И в парковой зоне, и в пределах этой парковой зоны, по которым мы занимаемся. Что-то собираемся, в общем, предложение будет уточнение, что-то я подберу. Потому что есть возможность контактировать с собственниками земель. Есть собственники, которые просто отказываются, независимо от того, что строят, просто ничего не продают. Ну, понятно, либо мне нужны цена, как государство мне нужны, либо мы будем договариваться по-мирному, как положено. Поэтому по Ормакова то, что сможем сделать в улучшении Акиму и заниматься этим вопросом, по новым участкам средств не будем. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Большое вам спасибо. Да, мы с Акимом работаем над этим. Но мы просим вам сделать парковую зону. У нас ее нет совершенно. Мы уже написали вам письмо от моего имени Ильяков. Поэтому, пожалуйста, рассмотрите. Спасибо. Спасибо. Продолжение. Пошли. Ильяков. Избаев, Трулан. Сожидки до плата 1. Так, локация Младбаева, Могатаева, гаражный кооператив. Проблема. Кооператив при Байбеке было вытянено удаление гос в носе. Он не успел. 21 годов. Продлили аренду на 5-10 лет. Непонятно, кому. Но жители просто хотят, чтобы принесли кооператив. Потому что там десантария, пожарная безопасность, экология. Там постоянно заторы, сами знаете. И пешеходная дорожка, где сам в Аминомеду, 70 сантиметров. Два часа не помещается. Это первое. И путь и решение. Просто растормите договор на Ленду и заложите средства на возведение этого перекрестка. И еще такое предложение жителей Атланта. Пешеходный переход в Шагу-Будино-Буратфаево. Покатаем в Шагу-Будино. Потому что мы там ходим. Так невозможно пройти. И поставим, наверное, в стационарный пункт полиции, потому что наследие очень большое. 12 месяцев. И Атланта-1, Атланта-2 около 4 тысяч человек. Чтобы мы были в безопасности. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, начнем. Игорь Михайлович, что скажешь? По капитику. Яков Павлович, проект этот вопрос мы в курсе. Вопросы расторжения мы уже занимаемся. и изучаем его. И постараемся... Нет, я хочу понять. Сколько в камере родили там гаражей? 25-25. Давайте сделаем так. Я поручу, и нам и управление земельных отношений, кто дает варенью, эксклюзивную. Поверьте, что-то посмотрите, когда вы оттогорите. Вопросы по пройдению сроков. Если необходимо, то в рамках, где вы пишете, когда вы поучаствите, либо другими вещами. Мы постараемся что-нибудь там придумать, для того, чтобы можно было правильно использовать. Спасибо. Второе по поводу дорожек. На целом раздлительство 70 метров. Это мало, неплохо, сходу, это вам уже сами постоит. Деньги в районе есть. Такого рода проблема, как натуральная, кем район должен сам решить. Все изучения наследницы вы уже скажете, а решения нет. По поводу перехода. Каким скажешь? Деньги в районах Вы будете на месте сотрудничества? Просмотрим. С выезда. Примерно решено. С сотрудничества с управлением и отместивом. Я знаю, что все дети из департаментной проведения поспорят то, что они в конец выдел. И по поводу, я не знаю, возможно, есть национальный косметрик, вы знаете, участковый пункт находится прямо рядом. Где-то в радости 100 метров. Друговно-нучастковый пункт. Мы сейчас выездом посмотрим. Не, вы там посмотрите, если, может быть, они сами, если участкового, не знаю, если издание там всего лишь на поле. Знают почему. Тогда вопрос, для чего он уже будет, чтобы, может быть, какая-то традиция по формату работы, чтобы было безопасно. Второй вопрос. На присмотрение. Есть. Спасибо. Здравствуйте. Субтитры, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что у нас в территории научно-исследовательского института онкологии и радиологии стоит не достроен корпус. Он, по-моему, уже стоит очень-очень недавно. В связи с улучшением все-таки экологии в нашем городе и с увеличением количества заболевших онкологическими заболеваниями, хотелось бы, чтобы все-таки этот корпус достроили и пустили в эксплуатацию. Спасибо большое, но не экология, он не относится к нам, это республика, это очень естественный центр. Но я могу... Какой смысл, территория Умолинского района? Ну, я понимаю, но финансируется за счет республики. Это не мое хозяйство. То есть городского логидиспансера это мы. То есть то, что мы можем делать. Но я могу выяснить, если вы такой наказ сделаете мне, я переговорю с министерством и с руководством института и пойму, какие у них планеты по аминозостроенному объекту. Хорошо? Спасибо большое. Развивайся, что на поисках территория Умолинского района. Спасибо. И второй микрофон. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Бегайкина, я живу в Умолинском районе, у меня вопрос по проспекту Улюбий. В прошлом году начали делать его ремонт, но не до конца закончили. У нас остались большие участки тротуаров, в том числе в Умолинском районе, которые вообще не ремонтировали. И на Улюбий-Муратва, например, перед магазинами нижний участок, туда может заезжать автотранспорт. Они там чувствуют себя очень больно, и пешеходам приходится буквально лавировать между ними, между машинами. И вопрос у меня как бы по освещению. То есть в Улюбий проезжая часть отремонтированная, тротуары почти все отремонтированы, кроме участков, а освещение плохое. Вот если вы проедете по Улюбий от Боязакова, допустим, до Улозова, вы увидите, весят круг, лампы прямо на проезжей части, они ничего не освещают. Очень много не освещено пешеходных переходов но очень страшно и переходить ездить. Вот. Было бы хорошо, если бы все это было закончено, и все было бы хорошо. Утром, мара невозможно. Спасибо. Мара освещения точно знаю, что по Тулеби у нас, я утвердил мара, но, к сожалению, в этом мы не успеем. У вас есть какое-то освещение. У нас есть много улиц в городе, их там, в тысячи шевшихся. В этом году мы кисадальному агит, сузец должны привезти в порядок. Но у вас только средний год стоит на Тулеби, куда берут. Теперь по поводу от Бородрайвера прилепить, что там у нас? Что там в нижней части закончено? Там действительно два участка есть, где паркуется машина. На этих двух участках мы к работам приступили. Планируем в течение 20 дней тротуары построить. Будет у вас тротуар, спасибо. 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 Васильевич, микрофон. Ирбулат Аскарбекович, здравствуйте. Меня зовут Роман Андреев и являюсь жителями района Церран и представляю здесь интересы всех жителей нашего района. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хотелось бы пригласить вас к нам на район, потому что мы неоднократно призвали звание держан, придаем, чем у нас неоднократно был депутат, у нас уже будет, и теперь мы ждем вас. У нас на Серране две основные проблемы. Первое, это со стороны Молитского района не хватает инфраструктуры для детей. Первое, это детская площадка, второе, это в больное поле. Мы пытались подать через предсчет участия, но нам говорят, что УЗ разрабатывают ПСД, и все ждут этой реконструкции с Ирана. Но реконструкция от начала ПСД до завершения может занять много лет, а жители хотят жить комфортно уже сейчас, на данный момент. Второй момент, у нас проблема с нехваткой контроля со стороны полиции, департамента полиции. Парк огромный по территории, занимает два района, Толмолитский и Овозовский район. Все жители хотят, чтобы с каждой стороны со стороны полиции и со стороны Овозовского района было повод хотя бы мобильному полиции. Спасибо. Вас, Айрана, вопрос, на самом деле, добилась комеда. Я к вам сюда, проект на работу не закончу, что сзади к вам приеду. Первое, как я сказал, нам нужно провести механическое число озера. Сейчас мы вами заканчиваем, с надеемся, что где-то в начале октября если начнем, то по крайней мере озеро почистим его вроде бы нашего водохранилища. Второе, по проекту очень важно, то, что вы все перечислили, не собираемся затягивать. Надеюсь, что весной 23-го года мы начнем проект реконструкции, включая там все, что необходимо и тропы и все остальное. Я в Тегри внимательно изучил такой большой репорта, что вы там сделали связанное с Айраном и Первомайке и вот по Айрану практически вместе с там с небольшими отличиями попадали. На самом деле и со стороны Возовского и Салмонийского района регуляционную зону мы сделаем, все на сутки приведем. Поэтому не на годы, а в следующем году, к сожалению, деньги выделять без бумаг мы не можем. Ее нужны бумаги, поэтому проектная работа будет закончена где-то в активные месяцы то же самое. Но в зиму мы в опуске можем объявить, поэтому работа начнется весной. А по поводу вашего приглашения, еще у нас департамент полиции нас будет предусмотрено сразу вместе с проектами. У нас есть вот опыт в районе Глуман, здесь в Медевском районе надежно мы делали такой же мобильный пункт поставили с адресом и с другой стороны, чтобы могли в случае необходимости обратиться. Кроме этого, из тех камер, которые мы предполагаем поставить сегодня в парках и скверах, мы с вами отдельное внимание убедим, чтобы побольше было камер. А за приглашение спасибо, проект. Спасибо. Спасибо. Тор, по четыре права. Добрый день. Меня зовут Ломас. Я представляю ЖК 12 месяцев жителей дома. ЖК хотя сам там жить, проживаю. переехал. Очень рад. Хочу бы довести проблему данного ЖК. Данный ЖК был введен эксплуатацию в прошлом году по улице Мурадуаев. Вышили по-ташкентской, если пониматься, райгене, знаете, все его истории находится. Там проблема того, что спецтехника скорая, пожарная не может пройти по данному часу. В связи с тем, что там не будет сплатывать парковочную зону для жителей данного дома. По улице Мурадуаева сейчас полный коллапс идет. Он до Макатаева, так что с ЖК Атланта, который выше стоит, вам донести информацию, она и ниже присутствует данная проблема. Полностью вся улица Мурадуаева сейчас забита, она до Макатаева необходимо там будет спрошить. Это не предложение от жителей. Там можно? Там можно поговорить? Не 4 тысячи жителей. Это в самом ЖК 12 месяцев порядка 5 тысяч людей. Выше Атланта порядка 10 тысяч человек, не считая пятиэтажные дома. То есть данные на участке города сейчас социальная напряженность возрастает. Также есть 6 блоков, которые стоят в притык к заводу Кирова, бывший завод Кирова. Полтора метра от дома стоит забор застройщиков спланирован. Хотя изначально на макетном проекте было совсем по-другому. Люди приобретали в том числе. У вас как всегда искитые проекты отличаются? Да, они отличаются. Это не первая ЖК, а также тоже самое ЖК Амате, там тоже завод АЗТМ стоит. Также от их жителей данного ЖК тоже вопрос, когда будет снос завода АЗТМ, который наполовину разобран уже, когда будет поставлена дорога со стороны завода Кирова, который вплотную к дому стоит, нету возможности спецтехники. В случае пожара, пожар был два раза Также по-монгольской пожар тоже туда ЧС, начальник здесь присутствует. Он был у нас на собрании, Ержан Истерич тоже был на собрании в СССР. ЖК проводили собрание. Все эти моменты мы уже в течение года доносим, объясняем, говорим. То есть социальная обряженность в данном районе возрастает. Я хочу сказать, что, к сожалению, все, что вы сказали, у меня в городе очень удобно таких наверное даже не только случаев проблем, которые мне придется решить, потому что дома построены, люди переехали, а вся инфраструктура социальная, транспортная, инфраструктура она не готова к приему такого большого количества новых жителей. Поэтому мы, к сожалению, мы осматривали здесь подорожные вещи, то, что говорили, с Генеусом посматривали, Генеусом что мы можем сделать там подороги без того, что уже сделано. Миграфон, почему не работает миграфон? Практически уж это невозможно, улица узкая, деревья, покровочную зону будем просматривать, но для такого количества там нец. Да, покровочную зону сделаем, но почему я говорю, у меня сейчас после готового ответа вам нету, то есть как-то... Я могу предложить вам. Пожалуйста. Смотрите, вы говорите, что ничего невозможно сделать, можно все сделать. Я не сказал, что невозможно, кто у нас здесь вот сидят на первом ряду представители правительства, почему-то все от жителей около услышали, слышат проблемы, что нету пешехода, что нету освещения. Вы иногда так сходите, так пешком ходите по району, посмотрите, что происходит. Во время дождя особенно по району ходите. И это вы не в городе вы не в городе вы не в городе вы не в городе на первом ряду все чиновники. Ну давайте договоримся чиновники, они люди, доверяются. Я понимаю, они... Хотите, я вас приглашу на работу в Афимат города Алматы и вас лично. Можете пригласить? Пожалуйста, программу включите. Отключите, пожалуйста. Можете пригласить без проблем. Нет, на работу давайте вы на восходе, как мы радостно живем. Мы платим налоги. Верно? Да. Из каждого с нас в среднем взять 30 тысяч. Сколько в день после жителей? Везде уже переводители послода. Средняя зарплата на сколько идет в Азербайджане? Нет. Сколько от них у нас берется на налоги? Давайте договоримся так. Сумой для Алматы достаточно. Нет, давайте вы сказали, что знаете, как эту проблему решить. Поделитесь со мной, если готовы. Если есть совмещение, я с удовольствием выслужу, как где-то выйти в ситуацию. Можно выйти из этой ситуации и у нас плава. Игромо включите, пожалуйста, не выключайте без его отношения. Есть старые дома у нас в городе. Поговорите с жителями данных домов везде. Они пойдут навстречу, да, можно будет выкупить эти дома и у вас реально есть дома, которые можно выкупить? Да, конечно, частные дома, почему вы тут что-ли? Конечно, вы не знаете, что вы, что вы, что вы думаете, частные дома. У выборов еще. Гаражи выкупите. Деньги, подойдите. Вопрос 100 у вас стоит. Одно из 100 и 10 тысяч людей. Одно из 100. Смешно. Нет, вопрос мне не стоит, вопрос решения выжогами. Вы сказали одну проблему. Если касается вопрос безопасности людей, где проезды в обеспечить, я его готов рассматриваю первую. вопрос вторых. Хочу вас всем показать. Никто насилие не заставлял вас. Когда вы видели, вот вы правильно сказали, либо вас застройщик обманул, но вопрос тогда, пожалуйста, у вас есть возможность потребовать передать же с места этого вопроса, потому что гражданская правовая сделка это ваше. Вы подписали документы, заплатили им деньги и они, когда вы приехали, оказывается, ничего не доперут. Но вопросы связаны с безопасностью, потому что необходимо вы выбираете. В 13 есть там вопросы? 13 из 12 6 у нас письменная договоренность между Акиматом и Казахстроем. Из 13 6 домов уже выкуплены, по 7 договорились. К сожалению, по цене цены сильно подняли, но мы, вот Ежан Риквайч сам занимается лично, уходим в дома, договариваемся, просим. Не, хорошо, если мы тоже договоримся, возможность решения вопроса, въезды, выезды, спецтехники, вы решаете? Выезд, выезд, мы все решаем. Выезд, спецтехники, Ориентируйте, оставшиеся 7 домов, когда вы выкуплены? Уже где-то полгода он покупает, по 6 домам едет и говорит, всегда. Если бы, по 6 домам договорились, по 6 типу, знаете, я слишком много кидаю вам времени, 6 домов выкуплено, 7, я подслежу для того, чтобы застройщики, которые вы построили, если вы что-то сделали, и внутри него, мы предложим, на ваше рассмотрение, вот, Ежан Риквайч приедет, висится, и покажет вам все, как мы собираемся на вопросы решения. Договорились? Спасибо. Здравствуйте. Я председатель ОСИ, Алтон Булав 2, Загирова Бухараскаровна. У нас проживает ЖК порядка 5 тысяч человек. Рядом есть соседствующие два ЖК. ЖК Манхэттен по улице Пресуловского и Алтон Булав 1. У нас получается проблема с проездом на территорию ЖК. Это три улицы Ессинжанова, Шатарима и Кулыметов. Мы просим их реорганизовать односторонние это сделать. Потому что периодически, да, то есть машину ставят, стихийная парковка, не могут проехать, разъехаться две машины, пожарные, машины, службы, скорой помощи, не могут наехать на территорию ЖК. Что там драка? А второй вопрос это касательно будет ли произведен снос снос получается стихийных открытых 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 магазинов доли рынка Тастака. То есть эта проблема получается тоже создает заторы у нас увеличилось количество там краш. То есть Гавальск, я вас услышал. Наши по всему городу касается не только Алмазинского района вопроса связанное соединение торговли по решению снос где разрушено торговать. По сравнению постановление активов с прошлом дошло до меня почти дошло до определенных городов 167 точек но они являются достаточными или нет пока непонятно. После этого к сожалению в этом наконец-то департамент полиции можно начать штрабовать сегодня у нас такого права нет. Прокуратура города да вынесли нам представление о том что пока город не определится с такого рода точками наши полицейские участковые не могут этим вопросом заниматься. Поэтому я надеюсь что в предстоящем июле до конца июля мы такое решение принять. После этого немного постараемся не только уходить по стакану и в местах где стихи такого не возникает перевести в порядок. Умер по первому вопросу. Жангарич что там данный вопрос на мне изучается. В ближайшее время недавно мы уже получили согласие всех ближайших домов. И сейчас по частному сейтуру тоже идем чтобы от них если тоже получим согласие на организацию одностороннего движения то мы его уже совместно с полицей. Я дам поручение управления городской мобильности и портальной дополиции когда вы соберете все необходимые обращения подписи и хором вас будет в этом случае чтобы они рассмотрели здесь обратно потому что честно я понимаю парковки оборудуются и так далее но у нас много партий сдач просто нагрузка даже на другие улицы если одностороннего сделаем поэтому давайте скандодируем и рассчитаемся и берем необходим решение ваш запрос я принял поработал и вот мы сдачу они сами доведят эту работу договорились спасибо спасибо здравствуйте меня зовут Теснурат Александр Достанович у меня общий вопрос по Амарийскому району и не только по городу это вопрос по мопедам и самокатам то есть на данный момент по городу Амарий вновь мопеды и самокаты они в свободном доступе то есть его любой 14-летний 12-летний подросток ребенок если ему родители дадут денежные средства он может пойти купить и то есть данные мопеды за рулем которых несовершеннолетние дети у которых нет прав и которых трудно будет в случае ДТП по их вине доказать что они неправы потому что они могут просто встать и уйти и за них никто ничего не скажет и водитель будет виноват здесь большинство 90% водителей меня сейчас на данный момент поддержат они ездят по встрече по программам у нас очень много случаев сейчас по городу в котором происходит ДТП по вине мопедистов самоката и скутеров то есть сбивают людей ездят в нетрезвом виде и на данный момент они безконтрольно безучетно я прошу вас принять меры в отношении мопедистов взять их на учет взять на учет контроль продажи пускай также водители если они водители мопедов пользуются общей дорогой за которой мы водителям плотим налог за транспортное средство пускай также их на учет возьмут поставят на учет выдадут права и пускай катаются пускай хочу присоединиться к вашим предложениям на самом деле понятно что как только весна пришла и как архива города у меня проблемы с обмокатом и пупетом они стали самым болезненным ежедневным первое к сожалению у нас мопеды пока как транспорт и сельсola не считаются они считаются с велосипедом будто обременного объема двигателей поэтому сегодня Министерство внутреннее дело разрабатывает проект закона по регулированию движений, связанных с самокатами и нас с мобедами. Я уже давал вам поручение и в Астрахату рассмотреть для того, чтобы, может быть, своим решением здесь, в городе, это регулировать. Но нам закатательная база, судя не нужна. Но обещают, что это будет, во-первых. Во-вторых, нам дополнительное предложение от города, это вопрос, чтобы указать по правам. То есть, если на мобеде ездить, то он должен быть права. Соответственно, мы сейчас начинаем работу с операторами, с самокатом, для того, чтобы они подтверждались кому, несовершеннолетними, либо кто имеет возможность соблюдать правила дорожного движения и так далее. Потому что, к сожалению, я тоже недавно, я шел пешком по городу, и я тут самокатчики чуть-чуть, чуть-чуть не смею. Ну, понятно, я вот набрал своего заместителя, сказал, что из Юрдакима добрались, но это я не говорю, а просто граждан города. Поэтому, дайте нам возможность, если будет возможность у нас принять собственное мяркое у себя, отрегулирование, если нет, то вопросы еще к МВД официально объявили о разработке, и не только эту программу открывать, но для Алматы, и мы надеемся. Добрый день, уважаемый Аким, от города, уважаемый Аким района. Меня зовут Турар Арахим Берглин, я очень активный житель нашего города. Хотел бы сразу отметить, что очень часто обращаюсь со своими проблемами, со своими вопросами лично, какие бы районы, я же отрибаю, что он постоянно вопрос решается, и это очень меня радует. Но вот этот вопрос хотел бы, так как мы встретились с Акимом города, хотел бы задать сразу вам. По поводу трамвайного депо, которого мы поговорили. Очень долго уже этот проект стоит, и раньше там планировали какой-то музей автотранспорта, да, потом парк с привлечением каких-то голландских архитекторов и так далее. Но все это потом приостановилось, и так этот проект не забыл. И стоит в центре города вот этот трамвайный депо, который по идее молодежь, что лает. Проект, я знаю, и блогеры очень многие это все обсуждали, но так ничего не решилось. Можно узнать вообще? Проект будет, к сожалению, вы знаете, привлекали частного инвестора, который вот в проект был заморожен. Город принял решение, мы сейчас готовим необходимые бумаги и документы в следующий год, а мы будем делать там кредитные депо, и по-дакому, и все это место превратим, как я бы предполагал, в 100 человек. И вопрос не только о бухгерах. У меня очень много спецзапросов, связанных и с молодежи, и от движения, которые они просят мне, чтобы наконец-то появился и гидный большой центр, он будет. Не только этот, потому что центр кредитной индустрии мы сделаем будет в плавно-время, в ночном городе, в несколько местах, для того, чтобы действительно привлечь наши таланты и экономизацию этого провести. А бюро, вот с депо следующего года, мы проектом зайдемся. То есть там будет большой единомородорец? Да, будет имя, как положено, для общего доступа, без ограничений, не будет лицарности, но для того, чтобы действительно наша молодежь почувствовала, что это их место. Поэтому я собираюсь проект реализировать. Здравствуйте, уважаемый Акин. Я Гриша Игрова. В пользу и случаях я вот житель Алматинского района, 25 лет проживаю, часто общаюсь, обращаюсь в Акимат. И вот я хочу выносить большую благодарность Сатенову. Это единственный, наверное, вот за мою сердце в жизни видел такого руководителя ранга, который в каждый почти двор зашел. Все вот жильцы довольны. Любой вопрос, который как бы не был, прием, не прием, всегда примен. И вот если бы такая вот команда у вас была, как Сатенов, то я думаю, 90% бы решилась в городе. Я вот по такому вопросу. По улице Роза Багиева, 74, третья поликлиника. Третья часть района, больше 70 тысяч, но сейчас, наверное, намного больше. Это так, он и назад забрал. И там вот остановочный комплекс, вверх и вниз, в южную и северную сторону по Роза Багиева. Больше никак на автобусе не побегать, на общественном транспорте. Инвалиды, первые группы, вторые, колясочники. И вообще вот очень много больных. Там очень далеко от Тулепи до Роза Багиева. Там порядка 300 метров. И вот пересадки вот эти очень неудобные. Это практически люди с коляской, они практически лишены общественного транспорта. Это очень большой вопрос. Я когда обращаюсь много-много к структурам, и нигде нету нормативного документа, что для инвалидов, вот, допустим, можно как-то, еще что-то. Они говорят, наш параметр входит вот 400 метров между остановками. И мы не можем вот тронуть, потому что интересы других людей. И только вот через суд как бы этот вопрос решается. Но ведь инвалиды, это же, как, часть нашего общества. Это вот они люди выключенные, как сказать. Самое жизненно необходимое, важное, получить медицинскую слогу, это невозможно совершенно. Просто я даже вот напишу, конечно, к ходатайству. Пусть они колясочникой и проведут, и обратно, вот, как вот. Я услышу вас, давайте сделаем так. Я хочу, и даю лучше всего себе, чтобы город наш стал инклюзивный, на самом деле, не разделяя людей с органичными возможностями или с полными возможностями. По данному случаю мы разберемся. Конечно, вот тот день, который вы сказали, по 400 метров, где мы это говорим не всегда. Но сейчас мы, наверное, немного поменяем здесь в городе требования на мотивную правую базу, для того, чтобы такого рода вопроса, ну, оптимально. Просто проблема ее в русский, и частоте остановок, да, для того, чтобы удобраться. А вопрос с самой схемой. Я не скажу, что в курсе, да, в курсе, да, в курсе, да, в курсе. У справедливо ремонт, и средний ремонт, мы приступаем с понедельника. Я лично пройду, встречусь, и решим этот вопрос. Давайте сделаем так просто. Вот если это то, что мы же не берем, вот, конечно, значит, там приедем, посмотрим. Если он не скажет, что предложение необходимое, я одобрить, я необходимое решение от ему. Договоритесь? Да, вот Ганя Анастануевичу большое спасибо. Лично как-то всегда вот принимает все, старается. Ну, нам как же на правовые документы не всегда они как-то вот... Но мы сделаем так, что вопросы, это не только его компетенция, к сожалению, но вот нас, вот на себе, кто занимается, вопросы, для того, чтобы вместе с городостроителями, дорожниками, мы приняли необходимое решение. Договорились? Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Марчел. Очень доброе спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ну, первое, я хотел бы благодарить, что Акимат работает, целая команда, и днем, и ночью, бывает и в тридцать ночью, позвонишь, что там принято. У меня вот один вопрос, я живу, точнее, не один отряд, в общем, я живу по улице Родостовца, получается, вот Жангул, а тут Тулеби, в том году или позапрошлом году сделали трансвар, мы не сделали парковочные места, и, соответственно, машины паркуются прямо на дороге, и там вот машина в один ряд вот паркует, и получается, там, где они вот на дочерах паркуются, там вся грязь уходит вот на дорогу. А там есть возможность сделать парковочные места? Да, они там паркуются, на ночь паркуются прямо на дороге. Нет, парковочные места есть, потому что им надо просто запретить парковаться. Нет, там можно сделать нормальные парковочные, цивильные места, потому что люди... Но если ремонт сделали только в прошлом году? Вот сделали только тротуары. Мы не сделали вот эти обочины на дороге. Саму дорогу и тротуары, а вот там... Я в ночное время, я так понимаю, на обочинах не должны машины стоять? Нет, там такие места. Я рекомендую вам приехать, если у вас будет время. Я скажу. Вообще, только ремонт. Говорят, что люди очень отработали. В прошлом году было строительство ротваров, ремонт ротваров. Место для строительства парковок вдоль дороги есть. Мы в план 2023 года, если подумайте, включим. Давайте сделаем так. Иван, есть вопросы? Можно передать, пожалуйста, ему вопросы. Где эти точки, которые у вас есть, где вы считаете, что там на идеях? А вот, я сам не хочу, мы прокатили. Я говорю, давайте этот вопрос подменить. Я не хочу, а поделиться. Договорились. Вот у меня вот вопросы. Ну, как всегда. Прокладка энергосетей. Мы догадались прокладывать просто. Нет, нет. Вот здесь вот как раз второй вопрос. Вот прокладка энергосетей и поливочные системы. Вот сейчас вот мы сделали на... Точнее, Ежану Экпай сделал систему полива наружного, поверхностного полива по аллее Гагарина. Она очень эффективная. Хорошо себя зарекомендовала. И вот то, что сейчас под темное мы делаем, когда идет прокладка энергосетей, они не знают, где эти поливочные системы. Они все убивают. И, соответственно, вот по Арканде было потрачено куча денег. И даже вот сейчас другие... Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур. С какими делами? Займите эти вопросы весь его целью. И следующее. Что эффективнее, но на самом деле возьмите... Ну, я же больше остановлюсь, примите Тимура. Вы же договаривались, что примите? Я Тимура на личное время принял. Первый день емите. Спасибо. Здравствуйте. 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 как лаван не полностью вырыт, но у него укреплены стенки. Ну и как бы вот так зияет эта дыра. На сегодняшний день мы имеем два решения суда о запрете, уже вступивших в законную силу, о запрете незаконного строительства по адресу номер 2-го дыра 29.3-1. Их два. И вот у нас в связи с этим у жителей два вопроса. Когда как лаван закопают, и еще у нас было несколько ответов, опять же, от компетентных органов и от даже Акимата, что этот участок рассматривается к выкуку в пользу государства? Когда ли это будет сделано? Спасибо. Государство Акимата рассматривается к выкуку. Сегодня мы занимаемся вопросами оценки участка, для того, чтобы действительно мы эту проблему наконец-то решали бы. Все эти годы сейчас ведут. Я надеюсь, что мы до конца июля будем как-то какое-то иметь связанное, как мы будем дальше разбираться с этим участком. Поэтому на Узбаево 29.3-1. Он не находится среди особых всех объектов основного города. Надеемся, что в предстоящий месяц мы увидим все в конце панели, мы не на какие-то взаимоотношения связаны. Потому что вы знаете, что даже если дойдут под изъятие, то, соответственно, мы не должны покупать пореку. Поэтому вопрос оценка земли, которая будет проведена, от этого и мы будем свою позицию делать. Пенсионерка. Создайте нам, пожалуйста, условия для нас, для простых пенсионеров. Посмотрите, в каком состоянии тротуары, а именно по байзакову. Тротуар, если разбитый, он не приходит для колясочников вообще. Ну, я по ним ухожу в народный банк, заперите, и на базар. Идешь, спотыкаешься, опасаешься упасть. Обратите внимание, пожалеете за счет. Спасибо большое. У нас все последние. Про товары к кому относятся? Тренин, подорожьте, пожалуйста. По улице Байзакова в текущем году будут работать по инженерным коммуникациям. Мы текущим ремонтом, ямочным ремонтом покрытия, текущим добро отремонтируем. Полностью капитально и дорогу, и тротуары планируем отремонтировать. В 23-м году. В этом уже тоже текущий. Если не возражаете, по крайней мере, в следующем году планы есть. Заденемся, закончим, и спотыкаешься уже не будете. Но в этом году, по крайней мере, в сожалению, планов нет. Вот, у вас в следующем году есть. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Аширома Савданан. Я председатель общественного объединения «Защитимого модели». И я хотела поблагодарить Акима Малинского района за хорошую работу, за то, что он отвлекается. И я считаю, что это пример лучшего Акима, на котором надо равняться всем районным Акимом. Мой вопрос такой. Когда будут рассмотрены поправки в программу реновации и корректировки гет-плана и приняты, наконец приняты? Так как мы уже год, если не больше, работали вместе с активистами, архитекторами, урбанистами на корректировку гет-плана, во-первых, и на программу реновации. Внесены предложения. Но эта программа до сих пор визит не принято, нигде не рассмотрена. Это очень важно, потому что сейчас по реновации, вот, жители сейчас жалуются, застройщики начали активно действовать, оказывать давление. И поэтому вот эта сырая программа реновации, которая была, она нуждается в полной, можно сказать, реорганизации или там дополнениях. Так как они нарушают конституционные права жителей. Поэтому я прошу нам дать такой ответ. Я уже поблагодарил всех, кто участвовал в корректировке гет-плана, но я сказал, что жить в горизонте до 2030 года в городу невозможно будет на старом гет-плане в 2002 году. Поэтому до конца этого текущего года мы намерены пересмотреть и принять генеральный план города Алматы до 2040 года. Работа, я надеюсь, будет завершена в установленной мною срок. Второе. По программе реновации. Я все предложения видел, и понятно, нам нужен однозначный баланс интересов. Причем, как бы оказывается, ситуация связанная и вот вдоль Пашекченко, то, что старые доблагороды стоят, где я сам сам был. Вопросы, есть интересы людей, которые хотят, чтобы поменять свою жизнь и переехать в новое жилье. Есть те, кто рядом живет. Поэтому по программе реновации совместно, где-то не раньше, наверное, на августе, начало сентября, в случае нам расчета, мы, наверное, предложим то, что какие-то изменения были сделаны. Конечно, в этой программе, я согласен, есть большие недостатки, но они были связаны тем, что как мы собирались это реализовывать, как мы собирались финансировать, выстраивать взаимоотношения со стройщиками. Поэтому сегодня у нас есть целый букет проблем, их рассмотрят, то, что необходимо пустить, и поэтому думаем, что на начале сентября, в сведении дополнения, программа реновации будет сделана. Но! Сама программа реновации напрямую связана с генеральным планом. То есть, что будем в городе ретавировать, кто будет переезжать, поэтому эту работу мы синхронизируем. Я хотела уточнить, вот программа корректированного, корректированного плана, это будет заново обсуждаться? Да, мы возьмем основного корректированного плана, который будет сделано, и соответствующим образом уже новый генеральный план будет несет рассмотрение общественности. Ну, будут участвовать также и архитерторы, общественные дети? Да, у меня, я вот, в основном поддержал нас, с 1 августа может быть работа герой строительства заведет, и он будет основным органом, который будет являться площадкой для обсуждения генерального плана города Алматыр. Мы, жители города, хотели бы тоже участвовать, кроме этого градостроительного плана? Градостроительный совет пригласит всех желающих, кто будет заинтересован в дом генеральном плане, и как мы приглашали в прошлом году на корректировку, пока же работа будет очень новым годом. А вот эти все предложения просто сделаны зря, что ли? Нет, наоборот, моя корректировка уберу в основу, но только там можно расширить горизонтую, потому что в 30-м году, по-саму-тель, такая корректировка генерального плана городу не нужна, осталось 7,5 лет. Да, хорошо. Спасибо. Спасибо. Что у тебя, третий микрофон будет, давайте. Недалейна, Саниславовна, здравствуйте. Я хочу к вам одну единственную просьбу приехала, озвучить. Как молодому Акиму города, я хочу вам пожелать, чтобы вы оставили такой хороший след по себе. Нам, всем горожанам, необходима ливненка. Почему? Потому что город наклонный. Во время дождя, во время парков, все улицы, которые идут трассы от гор вниз, стекают, все полностью полноводные. Мы не можем перейти дорогу, потому что идет большой, огромный бурлящий поток. Все улицы, все-все-все, без исключения, превращаются в реки. Мне понравилось. Всем спасибо. А на единственное просьбу, очень ничьи. Я очень переживаю, потому что я за начало весны столкнулся, я сказал, что и когда переходы залиты под самые потопочки. Поэтому у нас принята программа, особенно в этом и в следующем году, мы с вами постараемся почистить. У вас в районе, в Алмолинском, вот сейчас 34 километра, а личный сетей ведем, но соединяем его с водоконвестиционными коллекторами. У нас проблема в том, что в городе есть 16 больших коллекторов, 4 из них работают на 30%, 12 не работают. Поэтому у нас ЧАЭС, он признал вам, поддержал государственную ситуацию. Я вот во время уточнения послепота, деньги выделю, работу начнем. Мы постараемся, вот в Алмолинском, я вам сказал, что есть 8 месяцев, есть постоянные потопы, откуда образуются реки у нас на улицах, везде, на переходах. Поэтому программа есть, и я надеюсь, что мы в этом году, конечно, все не решим, но самые потапые времена весна постараемся до осени привести порядок. Работу начали, программа есть. Два года, 22-23, я хочу, чтобы они были ударны, но постараемся решить проблемы, и у него канализация в городе Алматы. Спасибо. Четвертый микрофон. Добрый день, меня зовут Женебекова, Нарага Тулановна. Я представитель инициативной группы жителей, порядка 100 многоквартирных жилых домов, которые ежедневно борются с нарушениями малого бизнеса в жилых домах на первых этажах, в частности общепита. У нас там находится по улицам Базарбаева практически, каждый перекресток Блайхана, Бокфилова и так далее. Бабаяна, Боголя. У нас в феврале 21-го года, в прошлом году, по получению президента Тукаева была создана межведовственная комиссия для обращения Акиматов под руководством Азербаева с целью проверки законности объектов, и так как практически 100% все объекты работают без разрешения, без должных разрешений в соответствии с законодательством. То есть проблема носит абсолютно массовый стихийный характер. Мы хотели бы, первое, чтобы вы провели с нами личный прием, где мы вам представим результаты этой комиссии, какие нарушения и какие объекты, с целью выработки дальнейшего соседства бизнеса в жилых домах. Второе. К сожалению, ваш дам Абдекадыра второй месяц не проводит приемы. Невозможно достучаться до управления предпринимательством. И третий момент. Просим вас ускорить принятие правил на смещение летних площадок. В городе это большая проблема. Летники все заполонили. Это нарушение, в первую очередь, пожарных норм. Это нарушение правопорядка и жилищного, и семейного законодательства. Пожалуйста, Микробан. Все, мы закончили? Абсолютно спасибо. Я обещаю поручение. Во-первых, давайте сделаем понятно. Первую встречу вы проведите с ним. Все, что в предложении, которое есть, я не отказываюсь. Сначала давайте вы тоже проведем свою домашнюю работу по вашим предложениям по итогам комиссии. Где есть, что есть. Тем более, если вы лично просто подошли, он тоже передаст необходимые, как бы связаны с разрешениями по правилам, по летним площадкам. Как у нас там размещение? Ну, пока пишу нам. Послушайте, пожалуйста. Мы в течение нескольких месяцев уже примем. То есть у нас несколько... Не помню, не в течение нескольких месяцев. Я хочу узнать сроки. Вам, пожалуйста. Вам, пожалуйста. Потому что если вы, то есть мы потратим еще июль, а сейчас мы еще на будущее, вы подождите четко. Есть. Когда закроется следующий сезон, то вам ваши правила никому не нужны. Нужны сейчас. Все готово. Потому что до конца июля работу завершили. Я слышу. Спасибо. Встречи на следующей неделе с вами проведет. Спасибо. Добрый день. Я приветствую нашего района. Мы с ним неотократно встречались. Это по поводу опять возобновившегося разговора по поводу сноса Джамбула, Байзакова, Квадрата и Монаса. Меня интересует... Был прекрасный проект по поводу того, чтобы оставить этот участок старой Алматы и не застраивать и не делать из Алматы камень в мешок. Очень хотелось бы, чтобы в городе все-таки остались малоэтажные здания, которые, в принципе, во всем мире стараются сохранить, потому что это легкие города. В общем, у нас все. Я думал, зеленка, а как раз малоэтажные здания легких зеленок из этого города. Сути, давайте мы договоримся так. Любому городу, особенно мегаполису, нужен баланс. Когда у меня сейчас предложение, которое поступает, только... Господи такие, вы ничего не делаете. Все вы купите, все вы ведите в порядок, и все будет хорошо. Но я, к сожалению, в этом городе жил не люди. И я не хочу здесь устраивать модели или битвы, пригласить к ним, чтобы они бы сказали свое мнение. Еще раз говорю, всегда будет найден баланс. И это правильно, я считаю, потому что город должен развиваться. Необходимо парковые цены. Я согласен с тем, что мы построили, натворили, может быть. Но будем совместно с вами проводить работу над защитниками. Я пытаюсь, как могу. И мы говорим, когда говорят, просто взять себе свой квадрат, возьмите, что-то с ним сделайте, людей переселите. Или что-то сделать, даже людей переселить не трудно. Один из претензий, которые говорят, мы ходим бы недалеко. Пусть стоит нам построить, мы переедем туда и будем жить, как раньше. Ходите в магазины, правда же там, библиотеки. Наши дети должны ходить в такую же школу, в которую вы ходили и так далее. Поэтому мы будем искать. И не так просто, если мы говорим под кого-то свистел, мы говорим, переезжайте в новый район Алматы, и у вас будет там все хорошо. Ничего подобного. Они могут на меня устроить такие же большими плакатами и пинетами, для того, чтобы сказать, что вот вы сказали, что вам будет хорошо, ЖК, а вот их не очень. Дело в том, что инфраструктуры не хватает, школ не хватает. А вот правильно. Вопрос, я согласен. А строятся как грибы эти новые ЖК? Я хочу сказать, что могу сказать, что у нас темпы, лично строительство в городе Синьго упали. Я нахожусь в северах по городу нового жилья, ну как вот, таким городом. Это было плановерно, я на это осознанно пошел. Поэтому, если вы заметите, меня возражаются и строители, которые говорят, что я не позволяю им строить, а у них есть кредитные средства, на которые ведут проценты. Засчитываются. Поэтому давайте будем балансировать. Попробую вашу квадрата, работу мы проводим. Я лично разрешу проекты, перевизирую и заставляю резиновые, чтобы вам предложить нормальные, но вопросы постараемся еще найти. Но чисто в виде, про который предложение есть, я его принять не могу. Спасибо. В целом, по сравнению с другими районами города, Алмалийский район является более сформированным, где не так остро стоят многие проблемы, типичные для людей в районах нашего города. При этом жители не поднимаются актуальные вопросы износа инженерных сетей, перегруженности социальных объектов, вопросы безопасности, а также вопросы благоустройства и сохранения исторического центра города. Разрешите поделиться с вами подходами и путями решениями этих проблем. Первое. При высокой обеспеченности инфраструктуры основной проблемой является высокий износ инженерных сетей, построенных в 60 лет. в 60-е годы прошлого столетия. В электроэнергетике износ составляет 70%. Сегодня видится плановерная работа по обновлению электрических сетей. В текущем году будет модернизировано 80 километров кабельное измерение с увеличением проектной мощности из 6 до 10 киловатт. Это обеспечит бесперебойной электроэнергии почти 100 тысяч жителей района. В целом, износ сетей до конца текущего года снизится до 60%. Износ по водоснабжению составляет 70,6%, что на почти 17,5% выше, чем среднее по городу. В текущем году будет проведена реконструкция водопроводных сетей по улице Тургута-Зала, это от Абая до Айсижанова, и Байдерсунова от Тулеби до Айки-Леби, это всего, если 20,870 метров. В части бесхозных сетей до конца текущего года будут приняты коммунальные и социо-канализационные сети ЖК Жайлова и конституционная насосная станция в жилом комплексе Банарам. Также в 2022 году будет модернизировано 415 метров тепловых сетей. В конце мая текущего года мы открыли новый участок дороги протяженностью 700 метров, соединяющей улицу Ауэзова с проспектом Аймбека, и этот участок снизил нагрузку на уличную дорожную сеть всех прилегающих улиц. В текущем году будет проведен ремонт дорог на 11 улицах общей протяженностью больше 12 километров, а сегодня уже завершена работа на двух улицах. В сфере здравоохранения Ломаринский район является центром качественной системы здравоохранения города, что сказалось на количество прикрепленного населения полиглиникам. Сегодня, имея свободный характер прикрепления населения полиглиникам, сюда скреплятся жители других районов города и из области. Так, при численности населения района 224,5 тысячи человек, в 18 полиглиниках района обсудуется в два раза больше пациентов и 443 тысячи человек в счет прикрепления жителей близлежащих районов. На сегодня выделенные средства на разработку проекта сметы документации по строительству новой полиглиники на 500 посещений на место ремонтологического центра со способом старого знания в 1947-го года постройки. На год за годы самый интересный центр, ремонтологический центр, перейдет в здание учебно-клинического центра на улице Формангаза. Также планируется разработка ПСД на строительство спортивного центра для нас бассейна для детей с надежкой психического развития по проспекту районника 312. У нас планируется объявление этого конкурса на ПСД и срок получения экспертизы на 2-й квартал следующего года. Третье. Алмаринский район является одним из зеленых районов нашего города. На территории района имеется один парк, 22 сквера, 24 бульвара и зеленый зонт. В этом году район пополнится еще одной парковой территории площадью 3,5 гектара квадратикой из Формангазы, Амнаеханда, Шевченко, Панфилова. В данный момент процесс строительства начался. Также проведем реконструкцию двух скверов. У КБТУ работы уже проводятся. Сквера, Алья и Манчук работы по благоустройству будут начаны в осенью текущего года. В июле мы планируем получить заключение экспертизы проекта по механической части на водохранение Часайран, работы по которому начнутся в октябре. И мы надеемся, что завершим на конце года. Также в октябре планируется завершить разработку проекта по благоустройству в прилегающей территории для организации отдыха и доступной зоны для наших горожан в границах города. Работы планируем начать весной 2023 года. В связи с упадениями аномальных осадков в весенний период были выявлены в районе 8 участков постоянного подтопления. До конца этого года планируется проведение аварийно-осстановительных работ по данным участкам. Также до 1 сентября планируется начать работы по реконструкции строительства речной сети по надежностью 34 километра с восстановлением водоотводных коннекторов и взаимодействием к ним речной сети. Четвертое. В развитии города актуально является вопрос обеспечения общественной безопасности. Для этого, и включая Амбанинский район, будут приняты следующие коррективные меры. До конца этого года в районе планируется увеличить количество камер сетей на 120 штуки и довести до 1069 единиц. По местам массового скопления людей будет дополнительно установлены в 541 воде камеры, в том числе 200 в Адмарад, 118 в парках и сверках и 223 на перекрестках района. При этом, насчет бюджета, ранние камеры в Адмарад у нас не устанавливаются, и мы начинаем практику впервые. Другая сторона вопроса безопасности это создание комфортной личной инфраструктуры. В рамках Vision Zero ведется перескориться в 6 километра района, основной целью, которая является снижением смертности на дорогах. Также будет регулировать транспортный поток на 6 участках за счет строительства светофоров, завершаемых в текущем году.